Ну а перед началом видео, как всегда, ребята, что-нибудь интересное и такое завораживающее, прежде чем мы придем к основной теме. Итак, ребята, у нас продолжается гонка вооружений. Сейчас на экран по одному, короче, я буду выводить питомцы, ну или как-нибудь все попытаюсь разместить. В общем, ситуация очень интересная, ребята, получается. После, видимо, разоблачающих наших видео, потому что все ребята, кто делали обзор, короче, на Амару, то есть вообще как таковую, все, короче, ее обхаяли. То есть, потому что это как бы ненужный и непонятный питомец, он, короче, никому не нужен. После этого мы, короче, ждали, что типа нафиг никто, короче, не этого это сильно. Но, ребята, если вы посмотрите на начальные характеристики, вот посмотрим, даже сравнить с Фрэнком. Фрэнки на базовом, получается, уровне, на 30 уровне Фрэнки плюс 12, сила 26000. Это базовая сила. Если взять Амару на базовом уровне плюс 11, получается, а у нее сила уже 29. Это просто базовая ее сила. Давайте возьмем ловкость Мары, 30000, ловкость ее, получается. Эта ловкость 30000 более-менее подходит под Дракулу плюс 16. Вы представьте, какая разница. Это просто колоссально. Это мало того, что сильный питомец, как ударный получается наш Фрэнки, такой же верткий, как Дракула. Так это еще мало того, ребята, давайте посмотрим. Самый живучий из всех наших питомцев это Пенек. У него 11000 жизней на плюс 10 уровне. Давайте посмотрим Мару. У нее 16000. Ребята, 16000. Даже Фрэнки не дотягивал до Пенька. То есть у него всего 9000 было на плюс 12 уровне. То есть они, короче, Мару сделали просто тупо имбовым питомцем. То есть это и сильный питомец, и ловкий, и живучий. Вот я теперь думаю, ребята, кого мне выбросить из этого. То есть реально, короче, я не собираю питомцев атакующих. А тут у меня просто выбора нету, короче. Мне придется кого-то из них выбрасывать из клетки. Потому что Мара сейчас будет бить вообще просто жесть. Она сильнее меня сейчас лупить будет. Если сейчас я на нее два аркона поставлю, то есть я ее вытащу. И все. Короче, жизнь прекрасна и удивительна. Короче, опять разрабы накрутили. Блин. Ну, ладно, короче. Буду думать там уже по ходу дела. Ну, как бы. Ну, а теперь к веселым песенкам и обновлению. Новый год уже пришел к нам. Все с собакой пришел. И уже у нас веселье. Нам подарки, нам подарки. Прям с утра все завезли. Прям второго завезли. Кучу прямо нам подарков. Завезли, завезли. Ну, давайте мы, ребята, покупаем быстро бумер. Ну, и в общем, ребята, вот у нас обновление. И для тех, кого не знал, рождественский носочек, ребята, офигительная вещь. Дарит подарки каждый день. Зависит от уровня. Покупаем бумер. Сейчас примерно покажу. Как я и говорил, Новый год я многим уже испортил. Но это еще не все. Будем смотреть, что там дальше у нас. Обязательно Новый год нам еще принесет дополнительных всяких плюшек. Итого, подарки у нас обновились. Ребята, сразу говорю, Мара это имбовый питомец. На начальных настройках, которых он был, ребята, у отморозков, он был в фиговом виде. Он мощнее, ребята, любого из питомцев. То есть гонка вооружений у нас продолжается. Поэтому, ребята, по возможности выкачивайте Мару. Она очень сильный ударный питомец. Можно выбросить любого из питомцев, какого-нибудь слабенького, ну, который у вас есть, допустим, с жестого уровня. Допустим, тот же самый Таргон. Нахер больше не нужен. Просто так его можно выбросить, заменить Марой. Мара будет себя окупать. Она очень сильно бьет. Вот, если учесть по разнице в параметрах, то она сильнее примерно в полтора раза, чем он. То есть это просто шедевр. Дальше появляется как раз везде рождественский носочек. Это все вы можете сами почитать. Тут я вам не советчик. Но появляется мой бумер. И вот прямо радость. Ребята, я хочу его выкачать. Я уже очень много влил, короче, в него звезд. Я влил в него очень много рубинов. Все, которые у меня, большинство были. Я очень хочу себе эту тачку. Прошу вас, как истинных любителей медицинских учреждений, помочь человеку выучить эту рынку. У меня сейчас 20 больших. Тут 14 мелких подарков. Ну, не мелких, имею в виду средних. Вот. Дальше у меня еще это. Все я выкупил, кстати, за мандарины, ребята. Я всю ту коллекцию полностью выкупил. Эту уже тоже забрал. И осталось тут еще немножко. И я буду продолжать бить мандарины. Но открытие подарков, ребята, как всегда, то есть, будет. Но вот я не знаю, делать мне это, как я в прошлом году делал, или делать это немножко по-другому. Потому что вы знаете, что при открытии подарков они приносят звезды. И выполнять задания за звезды, это просто шедевр. Допустим, в прошлом году я делал нарезку, прямо как я открывал. Что мне приносили эти подарки. И делал я это, ну, где-то уже ближе к концу. Потому что, ну, было интересно. Было интересно и много было подарков. А тут, ну, как бы такая своеобразная ситуация. Тут надо, короче, решать. Либо тебе нужны звезды, получается, и задания выполнения за них. Либо сделать красивое видео с подарками. Ну, в общем, я тут жду ваши комментарии, как оно будет и что. Ну, а сейчас, ребята, снова обновление вас. Кстати, да, еще по скриптам. Если я что-нибудь сейчас еще откопаю внутри, может, что-нибудь изменили, то обязательно сейчас в конце видео я добавлю. Если ничего нет, то вас ждет, конечно, красивое аутро. Спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Счастливо. Открывайте обязательно ящики. Качайте, ребята, Мару. Качайте бумера. А, да, рождественский носочек вытаскивайте. Всем удачи. Всем счастливо. Качайтесь, ребята, правильно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok